Скользко, страшно ходить. Падают, ломают себя все. Скользко и страшно димитровградцам уже несколько дней. С приходом календарной весны пришли температурные качели. То снег, то дождь, то плюс, то минус. Как результат лужи, а под ними гололед. И так во всех районах города, практически во всех дворах. Ужас. Лед и снег. Ни стоянки для машин, ничего. Абсолютно. Никто не чистит, даже дворник не чистит. Ничего. Дворникам тоже сейчас нелегко. Лед надо отбить, а пешеходные дорожки очистить до асфальта. Я выхожу, у меня там дома в 4 часа утра. Стараетесь очистить все пешеходные? Да. Где вот чистится хорошо, там я сразу же очищаю. А если нет, то посыплю маленько, а потом на завтра уже можно очищать. Ну как жители ничего? Спасибо говорят или ругаются? Да нет, не ругаются. Нормально. По словам димитровградских коммунальщиков, в ситуации городские службы борются. Работа ведется. В городе у нас, естественно, проводится очистка, в первую очередь остановок, посыпка. Также у нас на данный момент зона подтопления. Это, допустим, улица Тосипотапова и Земина. На данный момент расчищаются ливневки. Пока коммунальщики пытаются очистить дороги и дворы от снега и льда, горожане придумывают способы перемещения по бездорожью. Я с палкинг вот хожу. Иду ель-еле. Вот здесь вот эти наклеил. Тихонечку иду ель-еле. Потихонечку шла домой и Роза Александровна, жительница села Собакаева. А попала в больницу. Женщина почти месяц лежит в хирургическом корпусе с переломом шейки бедра. Тут уже спасибо, так сказать, коммунальным службам района. По улице Лесной шла домой. Осталось где-то 100 метров. А дорога, знаете, как укатана? Ездят у нас большие машины, зерно возят. И там как каток. Машина навстречу есть, хотела немножко в сторону и полетела. Димитровградка Надежда Алексеевна получила перелом буквально два дня назад на одном из центральных проспектов. В связи с такой погодой и состоянием городских улиц увеличивается хоть пока и не критично работа хирургов и травматологов. Сегодня в связи с погодной ситуацией поступило уже четверо. Сейчас обследуются, решается вопрос о госпитализации. Пока Димитровградцы ломают руки и ноги, управляющие компании отчитываются о работе, а специалисты комитета ПЖКК проводят рейды. Получается, нерадивых накажут, поломанных вылечат, солнцем растопит оставшийся снег. Ну, весна. А что вы хотите?